Итоги уходящего понедельника Помощь с воздуха в страну продолжает прибывать в гуманитарный груз Вирус все-таки останется в популяции Медики фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом Лоб в лоб легковушки врезались на перекрестке Гоголя и Каменской А также ставка вниз, плюс к пенсии и лето на чеку На завтра синоптики объявили желтый уровень опасности Какие форты ли готовит погода? В Беларуси выздоровели без малого 38 тысяч пациентов У которых ранее был подтвержден COVID-19 Зарегистрированы 59 тысяч 23 человека с положительным тестом Проведено 876 тысяч 639 исследований Эти данные приводит Минздрав Два самолета с гуманитарным грузом прибыли в Беларуси с Сербии На бортах стационарные и передвижные аппараты ИВЛ, бронхоскопы, кислородные концентраторы И тысячи средств индивидуальной защиты Груз распределят по всем регионам страны Позже в аэропорт Минск приземлился лайнер с помощью от Всемирной организации здравоохранения и Китая Между тем глава Минздрава Владимир Караник заявил Ситуация с коронавирусом остается контролируемой Наблюдается постоянное снижение заболеваемости Вирус все-таки останется в популяции Поэтому мы используем все в это время Для того, чтобы усилить материально-техническую базу системы здравоохранения И повысить ее стрессоустойчивость Мы защищаем наиболее узимую группу населения Но и мы надеемся, учитывая наш опыт Учитывая укрепление системы здравоохранения И учитывая наличие резервов В любом случае, вторая волна, если и будет Она будет менее значимой И система готова к ней гораздо лучше, чем к первой Никто не забыт В Бобруйске почтили память жертв Великой Отечественной Как это было, знает Мария Бушкевич Сотни людей собрались возле Бобруйской крепости Проливной дождь, из динамиков звучит голос Левитана Сегодня в 4 часа утра Без всякого объявления войны Германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война Сегодня вспоминают жертв той трагедии Представители исполнительной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы Молодежь и общественность возложили цветы к мемориалу Мы понимаем, как сегодня трудно было нашим дедам и прадедам Находиться в тех холодных траншеях под тем же дождем, под снегом Мы должны сохранить эту победу и нести ее в сердцах, доносить нашим детям И я уверен, что люди, которые живут в городе Бобруйске Они понимают всю ответственность, которая возложена на нас И они не дадут никому взорвать этот мир Говорю громко взорвать, потому что мы понимаем, какой ценой этот мир нам дался Гвоздики и ромашки, искусственные венки, памятник жертвам фашизма утопает в цветах Собравшиеся почтили память павших в боях воинов, партизанов и мирных жителей минутой молчания Молодежь поддерживает и чтит память советских солдат Военнопленных, людей, которые не жалея своей жизни Прошли всю войну и подарили нам мирное небо над головой В полдень во всех храмах города раздался колокольный звон Памятные события прошли по всей стране Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Под Бобруйском утонул 63-летний пенсионер ЧП произошло близ деревни Большие Бортники По информации областного освода, мужчину обнаружили на поверхности реки Алла Он был в одежде, причина гибели устанавливается Не разъехались В воскресенье на перекрестке Гоголя и Каменской столкнулись две легковушки У Шкоды пострадало правое крыло и багажник досталось и Пежо Передняя часть автомобиля напоминает решето Водитель первой иномарки получил легкие травмы ГАИ разыскивает свидетелей Стали очевидцем происшествия Бьетесь на решение на болевшие проблемы Есть эксклюзив Корреспонденты Бобруйск 360 готовы выехать на место событий Прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Снижение ставки и финансирование Продление льгот и увеличение пенсии В следующем месяце пособия вырастут в среднем на 6% Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня Ставка рефинансирования с 1 июля снижается с 8 до 7,70% годовых По кредиту овернайт с 9 до 8,75% По депозиту овернайт с 7 до 6,75% Насбанки подчеркнули, инфляция замедляется быстрее ожидаемого В этих условиях регулятор продолжил смягчать денежно-кредитную политику Пенсии станут больше В следующем месяце увеличиваются выплаты по возрасту за выслугу лет По инвалидности и по случаю потери кормильца В среднем на 6% Размер прибавки зависит от стажа и заработной платы до выхода на заслуженный отдых Льготный проезд в электричках для пенсионеров продлили В 1 мая при предъявлении удостоверения люди преклонного возраста получают билет на поезд региональных линий эконом-класса за полцены Теперь скидка будет действовать до 31 октября БелЖД открыло движение электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск На новом участке установили дополнительные опоры контактной сети Составы будут курсировать между Минском и Светлогорском регулярно Отправления по пятницам, субботам и воскресеньям Предусмотрены остановки на станциях Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1 и Пуховичи Мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области открыли в деревне Борки В июне 42-го здесь за день фашистские каратели расстреляли и сожгли более 2000 жителей Элементы комплекса олицетворяют собой ужас трагедии Среди них улица с фрагментами обгоревших стен, фигура скорбящей матери, образ пламени и композиция колодец Куда заживо сбрасывали младенцев Также установлен камень с посланием к потомкам Высадили парк, олицетворяющий с тобой жизнь Поминай, как звали 26-летний горожанин внес предоплату за авто и исчез с дорогостоящими покупками Ему грозит уголовная статья за мошенничество В милицию обратились жители областного центра Со слов пострадавших, бубручанин с разницей в один день ответил на объявление о продаже машин Покупатель внес предоплату в 30%, остальную сумму предполагалось погасить рассрочкой Расписку заверили у нотариуса Вскоре мужчина бесследно исчез вместе с приобретениями Пострадавшие забили тревогу, а спустя несколько месяцев пустых обещаний обратились в правоохранительные органы Оперативники выяснили, автомобили уже перепродали через интернет Всего сообщается о 12 фактах в противоправной деятельности молодого человека в различных городах страны По предварительным оценкам, сумма ущерба 50 тысяч рублей подозреваемого разыскивают Непогода нынче в моде Минувшей ночью бобрусь накрыли дожди Сильные ливни сопровождали грыза и молнии Днем столбики термометров устремились к 20 с плюсом Надолго ли тренд уточнила Лилия Шайхова? Метеорологи раскрасили июнь в желтый На завтра объявлено очередное предупреждение В некоторых регионах Синеокой ожидаются сильные дожди и грозы Для безопасности во времени погоды спасатели советуют выключить электроприборы Закрыть окна, не браться за металлические входные двери На улице также быть начеку Тем временем в Сибирь вернулась зима На юге федерального округа похолодало и выпал снег Ветки деревьев согнулись под тяжестью покрова Осадки не прекращаются до сих пор По западной Украине прошелся смерч с дождем По словам жителей деревни Абертин Вихрь возник в четырех километрах от населенного пункта Над полями и лесополосой Из-за осадков река Черемош вышла из берегов И затопила дороги Информации о пострадавших пока нет Как из ведра Сегодня ночью на Бобруйск вновь обрушится дождь К утру осадки прекратятся Будет облачно с прояснениями В город заглянет северо-восточный ветер Временами гость разгонится до 13 метров в секунду Днем воздух прогреется до плюс 25 В темное время суток остынет до 19 градусов выше нуля Лилия Шайхова, Бобруйск, 360 Это все из событий к этой минуте Следите за нами в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо!